Как я выучила английский язык? Как я выучила английский язык? Это особенно была реакция, потому что здесь, в Канаде, нету такое понятия, как канадцы. Все люди в Канаде жили, или в Европе, или где-то там, в Южной Америке где-то. Так что никак особенно не относятся к нам, относятся, как обычные люди. Ну да. Я бы не сказала, что хорошо или плохо относятся. Просто, я не знаю, если ты добрый человек, если ты, не знаю, открытый к людям, тогда люди будут добрые тебе. Следующий вопрос. Моя любимая марка одежды. Марка. Да, честно, я даже не знаю, какая моя любимая марка одежды. Мне очень нравится магазин, здесь называется Urban Outfitters. Это не совсем марка, но это магазин, где продают разные одежды. Про дизайнеры. Мне очень нравится Mark Jacobs. Мне очень нравится Acne, мне очень нравится Acne и Mark Jacobs, всякие такие марки. И моя любимая марка косметики, которая у меня есть хотя бы. Benefit, моя самая любимая, которая у меня есть. У меня нету Шаней или все эти, так что я не могу сказать, какая моя любимая. Следующий вопрос. Как зовут мою маму? Маму мою зовут Таня. Привет, Таня. Она, может быть, смотрит мои видео. Следующий вопрос. Есть ли у меня друзья в России? И нет. У меня нету друзей в России, потому что я уехала, когда мне было 5 лет. Я не думаю, что я даже могу вам объяснить, как это меня радует, что вы смотрите мои видео, потому что я чувствую, как будто у меня есть друзья в России. Это меня очень радует, что в моей родной стране, России, есть у меня друзья, которые я даже никогда не встретила. Но они есть мои друзья, я думаю, что вы мои друзья. Потому что, я не знаю, мы общаемся, как будто мои друзья. Вопрос. Хочу я посетить Воронеж? И, конечно, я хочу посетить Воронеж. Мама у меня из Воронежа, если вы не знали. И я была в Воронеже два раза. Да нет, больше, чем два раза. Я была в Воронеже в прошлом лету и перед прошлым летом. Так что, да, посетить Воронеж опять, да, я бы хотела. Если я приеду в Россию, можно как-то встретиться со мной. И я об этом тоже думала. И да, конечно, если я приеду в Россию в это лето, или даже я не знаю, есть ли в это лето, но если я приеду в Россию, я обязательно хотела бы встретиться с вами. Может быть, в Москве или в Питере где-то. Скажите, где более удобно в комментариях. Ну да, я, конечно, об этом задумаюсь. И это было бы очень интересно, я бы это хотела. Следующий вопрос. Сталкивалась я с проблемой, когда я не знала слова по-английски. И да, это со мной всегда бывает, потому что по-русски слова очень специфические, я бы сказала. Я не думаю, что много слов по-русски нельзя, просто невозможно перевести на английский. Даже если можно, я не думаю, что они просто правильно звучат. Я думаю, что много слов по-русски более-таки эмоциональные, или более правильные, для того, что я хочу сказать много раз это так. Так что да, сталкивалась с такой проблемой даже вчера. Следующий вопрос, который все хотят знать. Есть ли у меня молодой человек, или есть ли у меня бойфренд? И нет. Я не знаю, есть ли это вас удивит, но у меня никогда в жизни даже не было молодого человека, потому что он мне просто не нужен. Я думаю, что бойфренд может меня радовать. Я не знаю, я просто верю в то, что надо себя сделать счастливой, перед тем, что думать, о, мне нужен вот этот человек, потому что он меня обрадует. Я не знаю, как это правильно объяснить все по-русски, потому что у меня такие разговоры никогда в жизни не были по-русски. И это не то, что мне 16 лет, и я думаю, что я слишком молодая иметь бойфренда. Просто, я не знаю, у меня нету, и я не ищу бойфренда, и мне не нужен бойфренд, и не было бойфренда. Ну, да, вот ваш ответ. Следующий вопрос, как девочки в Канаде относятся к мальчикам, или как мальчики относятся к девочкам. И я думаю, что все дружат. Честно, я не думаю, что это очень зависит, если девочка и мальчик живут в России или в Канаде. Девочка и мальчик есть девочка и мальчик. И вот хотя бы здесь, в Канаде, много девочек хотят бойфренд, и много мальчиков хотят королфренд. Я очень отличаюсь от большинства людей в Канаде. Но есть ли у меня в школе королевы? Нет. Такого не бывает. Нет. Какой мой самый любимый фрукт? Арбуз. Я обожаю арбуз. Мне нравятся грейпфрукты, арбузы. Мне очень-очень нравится виноград тоже. Обожаю виноград. И да, я могу съесть виноград за 15 минут. Я могу съесть целый арбуз за 2 дня. Талантливая я очень. Какой мой самый любимый цвет? Я не знаю, есть ли это цвет, или я не знаю. Многие говорят, что это не цвет настоящий. Но мой самый любимый цвет это белый. Следующий вопрос. Есть ли у меня права? И да, у меня есть права. И, ну, такие права, которые только разрешают мне водить машину, есть ли у меня взрослый человек со мной. И да. Ну, умею я водить машину? Нет. Но у меня есть права. Но машины у меня тоже нету, потому что я не могу водить машину одной. Так что... Следующий вопрос. Что я больше люблю? Шумные вечеринки или спокойный отдых? Мне нравятся шумные вечеринки во спокойном отдыхе. Хотя мне нравится быть вокруг очень много людей. Мне нравится быть в центре города. Вечеринки я не знаю, что означает вечеринки. Но клубы я очень не люблю. Ну, отдых я тоже не совсем люблю, потому что я не умею там просто сидеть и отдыхать. Мне надо что-то всегда делать. Как-то смесь с оба, может быть. Следующий вопрос. Хотела бы я жить в Москве? И, честно, я бы просто хотела посетить Москву. В этом году я была в Москве 3 часа, может быть, 4-5. И я хотела бы просто весь город посмотреть. Потому что все говорят, что Москва это супер город. И я хочу поверить вам, но как-то не получается меня туда посетить. Так что, да. Сначала бы я хотела бы посетить Москву. Потом, может быть, подумаем, если я могу там жить. Так что, я думаю, что это будет все для этого видео. Я еще сделаю такое видео очень скоро. Спасибо большое за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока!